Скажите, почему он на это пошел, на ваш взгляд, на это преступление, которое уже сравнимо с гитлеровским преступлением, и до какой черты он дойдет? Ну, прежде чем ответить вот так, прямо конкретно на этот вопрос, я бы предложил, собственно, обратиться на 20 лет назад, то есть как Владимир Путин пришел к власти, если мы помним с вами. Просто сегодня Путин, вот как бы он представляется, что Путин был каким-то таким хорошим мальчиком, а вот что-то с ним такое произошло, то ли его околдовали, то ли с ним что-то, то ли он с ума сошел, то ли что-то. Нет, вот смотрите, то есть пусть Путин в 99-м году пришел на фоне чего? На фоне взрывов домов в России, ни на Украине, ни там, я не знаю где, не взрывая, так сказать, бандеровцев и нацистов, а взрывая просто мирных жителей. То есть вот история про это, она понятна, уже написаны книги, фильмы сняты. То есть это происходило параллельно с тем, я, так как я лично участвовал в условной такой предвыборной кампании Путина, я скажу очень важную вещь, что для того, чтобы избраться, Путину абсолютно не нужно было ничего. То есть ему не нужно было себя разогревать никаким образом, то есть там не развешивать плакаты, ничего, то есть достаточно было, я устал, я ухожу, Ельцин, и на фоне такого Ельцина, старого и больного, то есть появляется вполне себе молодой, достаточно внятно, так сказать, говоривший директор ФСБ, что важно. Кстати, вот тоже, я просто сейчас немножко отвлекаюсь от сегодняшнего дня, но это важно, потому что если мы не помним, как все начиналось, то мы не понимаем, что происходит. И Путин вот в тот момент, он не воспринимался каким-то злом, там, КГБшником и так далее, вот как сейчас это все видят, говорят, как так, вот привели там КГБшник. Дело в том, что в тот момент Путин ассоциировался в большей степени с Собчаком Анатольевичем, который был там, что называется, не без греха, но был человеком ярким, был человеком демократических таких либеральных настроений и вообще, вот, собственно, который, на мой взгляд, я его очень хорошо знал, он претендовал, в общем, собственно, на роль президента. И, скажем, то есть, на Путина все смотрели через призму, вот это ближайший соратник Собчака, то есть, вот, собственно, есть там ближайшие соратники Зеленского, я не знаю, там, Обамы, есть соратники еще кого-то. Вот, сегодня президент Америки, он кто? Многие говорят, когда представляют уже действующего президента Америки, говорят, это вице-президент, который работал с Обамой. То есть, вот, для нас все понятно после этого. И, вот, в тот момент пришел человек, который вполне себе на ура стал бы президентом без всяких, вот, манипуляций. Но, то есть, параллельно, это, естественно, мы в тот момент, я лично в тот момент не знал о том, кто этим занимается, как это происходит. То есть, мы все тогда думали, что это действительно террористы и так далее. До Рязанского, собственно, вот этого дела, когда Рушайло просто арестовал сотрудников ФСБ, которые закладывали взрывчатку в Рязани. Гексоген. Ну, гексоген, да. То есть, ну, гексоген, это, собственно, взрывчатое вещество, которое разносило дома в клочья, которые разгружали. То есть, это было совершенно открытое, более того, Рушайло, министр внутренних дел, выступил на коллегии МВД и доложил о том, что вот сотрудники МВД обезвредили группу сотрудников ФСБ, которые просто пытались взорвать еще один дом. Ну, взорвали в Москве, в Волгодонске. Еще один дом пытались взорвать в Рязани. То есть, вот просто, это 99-й год, это Путин только идет к власти, его просто боготворят, там поют песни «Путин, мы с тобой» и так далее. То есть, вот просто, это было вот примерно, как это бывает часто на Украине, вот, или в Украине, ну, принято говорить, ну, я, так сказать, старорежимный человек. То есть, и для меня это абсолютно не умаляет, вот, государственность Украины, говорят, на Украине это для меня совершенно нормально. Потому что я, кстати, на Украине в 69-м году пошел в первый класс, я там учился, и я хочу сказать, что Путин абсолютно не понимает Украину, он абсолютно не понимает украинских людей. И я скажу, что в 69-м году я учился на украинском языке. То есть, в 69-м году в Советском Союзе, как бы псевдокопию, жалкую, которую пытаются избрать Путин, вот, в Украине, это просто, ну, такое, что называется, стрих к портрету. И, возвращаясь к главному, да, то есть, вот смотрите, что происходит. Значит, первое – это взрывы домов, гибель мирных людей. Понятно, что это, сегодня мы понимаем, кто занимался чем, как, абсолютно, это вот просто расследовано до деталей. То есть, понятно, что это была спецоперация, обратите внимание, спецоперация по внедрению директора ФСБ на пост президента Российской Федерации. Еще раз повторю, что абсолютно, даже там плакатов с агитацией не требовалось для того, чтобы Путину избраться в тот момент президентом. То есть, он абсолютно избрался, ну, скажем, легитимно, если не считать там внутридворцовых вот этих вот историй, как он стал кандидатом, то все остальное было абсолютно легитимно. Второе, что происходит – Норд-Ост. То есть, я сейчас вам скажу первый срок Путина. Вот это вот, как сейчас очень многие говорят, смотрите, он же был таким либеральным, он был очень таким милым. И вот там до 2006 года он был замечательным человеком, и ничего такого страшного не происходило. Что происходит? Значит, Норд-Ост, Абубакар, там 23, по-моему, человека захватывают около тысячи человек, там 300 погибают, 600 ранено и так далее. Что это было? Это была спецоперация. То есть, сегодня это тоже все знают, значит, это спецоперация для поднятия рейтинга Путина. То есть, если я не ошибаюсь, это был 2002 год. То есть, это спецоперация очередная по поднятию рейтинга и по замазыванию кровью всех, включая его самого. А потом и прислан. Да, то есть, вот происходит. То есть, надо понимать, как происходило, что произошло в Норд-Осте. Потому что я на эту тему много раз высказывался, я общался с адвокатами жертв, которые там представляют их в суде. И тем не менее, в общем, ну, что называется, может быть, в этом, не знаю, не то, что с трудом верится, но просто люди, ну, как-то в России все по-другому устроено. То есть, в России люди привыкли, ну, что называется, не буди лихо. То есть, это была спецоперация, была договорная операция с Абубакаром, что они заходят туда, потом Путин якобы их там освобождает всех заложников. И все уходят, и Путин победитель, его рейтинг там улетает в космос. Вот вся операция. В итоге, опять же, уже не Рушайло, а уже Борис Грызлов, который тогда возглавлял МВД, который был не в курсе деталей операции, на милицейской волне прослушивает все вокруг и слышит, что Абубакар общается с кем-то, как выяснилось впоследствии с сотрудниками ФСБ, которому дают команду, давай несколько человек убивать. Он говорит, так не договаривались, доплатим. И вот это продолжается. То есть, это была абсолютно понятная спецоперация. Следующая. То есть, понимаете, он убивает собственных граждан. Собственных граждан. Я уже не говорю потом про историю, когда Сечин говорит, что я на свой страх и риск увеличил в 10 раз дозу газа, и оказалось, что был перебор. Поэтому погибло более 300 человек, а 600, непонятно, остались инвалидами. Лично Сечин, он был тогда зам руководителя администрации и правая рука Путина. По сути, он был руководителем администрации. По сути, он был правой рукой. То есть, он принимает, он генерал ФСБ, которому Путин на день рождения присвоил звание генерал-майор ФСБ, он принимает такое решение. Понимаете? То есть, он принимает решение. То есть, человек, который совершенно далек от этого всего. Начнем с того, что это, вернее, вернемся к тому, что это никакая там не борьба с террористами, а это просто такая заготовка для подъема рейтинга. То есть, если у нас следующие, предполагались выборы Путина в 2024 году, а у нас 2022, а это второй, а выборы через два года. Вот ровно мы здесь. Следующая история с Бесланом, как вы сказали. Что происходит в Беслане? В Беслане Аушев и Масхадов. То есть, собственно, там действительно террористы, которые, так сказать, захватили школу, они, собственно, хотели там о чем-то договариваться, они сказали, мы готовы выпустить всех, если Аушев или Масхадов, собственно, придут, мы с ними договорились, мы кроме них никому не доверяем. То есть, для того, чтобы не успели, что называется, поднять свой рейтинг Масхадов и Аушев, Путин отдает команду просто разнести в щепки эту школу. И мы это видели в прямом эфире, я лично это видел в прямом эфире СНН. Это 2004 год. 2004 год.